Это прямой эфир. Здравствуйте. Полтора миллиарда рублей направят в Крае на обеспечение жильем детей-сирот. Средства заложены как на строительство и приобретение квартир, так и выдачу сертификатов на жилье. Финансирование по сравнению с ушедшим годом увеличено. Сколько же человек получат заветные квадратные метры? Сегодня в нашей студии заместитель министра имущественных отношений региона Елена Печкурова. Здравствуйте, Елена Васильевна. Добрый день. Успеем сегодня обсудить, как продвигается очередь. Обязательно напомним условия получения жилья. Из недавнего, в начале декабря, вручили ключи от жилья военнослужащим-сиротам, участвующим в специальной военной операции. Пожалуйста, напомните, какие условия для этой категории граждан? В соответствии с законодательством, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, принимавшие участие в специальной военной операции, имеют преимущественное право перед другими лицами. Благодаря губернатору Ставропольского края удалось в 2023 году выдать 53 человекам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них три – это с участием сертификатов, и остальные – это предоставление жилых помещений по договору специализированного найма. Жилые помещения были предоставлены в таких городах, как Ставрополь, Невиномыск, Железноводск, Михайловск и Минеральную воду. То есть все они получили… Сколько человек еще разоселились в конце декабря? По всем населенным пунктам. Сколько всего человек из числа детей-сирот обеспечены жильем в 2023? 322 – это согласно приказам Министерства имущественных отношений. Некоторые из них в прошлом году не успели заключить договора специализированного найма, поэтому они будут заключены в 2024 году. Потому что имеются такие граждане, в том числе и участники военных действий, которые не могли прибыть со специальной военной операции в декабре. То есть мы такой период продляем на два месяца, и, соответственно, в январе они обещали приехать и заключить договора. Но непосредственно самим детям-сиротам в этом процессе нужно принимать участие, или родственники могут? Возможно. Возможно, участие родственников, либо доверенных лиц. Просто оформляется доверенность, и тогда полномочия переходит к тем лицам. Ну, из тех, кому предоставили жилье в 2023 году, сколько по договорам найма, да, и сколько по жилищному сертификату? Получается, 277 – это по договорам специализированного найма, 45 человек – те, которые не успели заключить в прошлом году, и переходят на 2024 год. 132 человека приобрели жилое помещение в собственность с использованием средств жилищного сертификата. Хотелось бы еще рассказать по распределению жилых помещений. Да, да, да. А как вообще сам этот механизм работает? Да. Распределение жилых помещений проводится на заседании межведомственной рабочей группы по рассмотрению вопроса о распределении жилых помещений при Общественном совете при Министерстве имущественных отношений Ставропольского края. Жилые помещения предоставляются по месту жительства лиц из числа детей-сирот с учетом даты подачи их заявления. Также наличие судебного решения о предоставлении жилого помещения и выраженного согласия о предоставлении жилого помещения по месту жительства. Но здесь необходимо учитывать одно условие. Может предоставляться лицам из числа детей-сирот на территории других муниципалитетов их согласие при условии, что нет очереди в этих муниципалитетах. Но так бывает, что нет очереди? Нет, на самом деле так не бывает, поэтому, соответственно, мы должны обнулить очередь в муниципалитете и в последующем только будут обеспечены те лица, которые дают согласие на другие муниципалитеты. Что из себя представляет судебное решение о предоставлении жилого помещения? Можете пояснить? Да. Те лица, которые обращаются к нам по достижению 18 лет с заявлением, они состоят в очереди. Для того, чтобы ускорить процесс, поскольку все понимают, что очередь достаточно объемная в Ставропольском крае, обращаются в суд и нас обязывают обеспечить граждан из этой категории лиц жилыми помещениями. Соответственно, у нас существует как общая очередь по заявлениям, так и очередь по решениям суда. То есть ранее, прежде чем были внесены изменения по преимущественному праву военнослужащих, первоочередниками были те лица, которые по решениям судов. Ну, то есть нет тут какого-то негативного подтекста. Это сделано, наоборот, для того, чтобы ускорить... Для ускорения, да. Для ускорения обеспечения жилым помещением. Давно такой механизм сработал? Да. Предоставление жилых помещений не по месту жительства, как происходит? Не по месту жительства, вот мы как раз с вами обсудили по иным муниципалитетам. То есть граждане, да, они дают согласие. То есть имеется в виду, все-таки только наш край, правильно? Да, только наш край. Стали ли чаще выбирать такую форму, как жилищный сертификат? Становятся ли популярнее? Это популярно и актуально, однако в течение 2023 года были внесены изменения в КЗ-7, как раз по обеспечению жилыми помещениями, в том числе и сертификатами. Сейчас, в 2024 году будет вынесен новый порядок. Есть различные преимущества, но, к сожалению, технически мы еще не знаем, как это будет действовать. Также хотелось бы сказать, в чем актуальность жилищных сертификатов. Возможность приобретения жилой площади больше 33 указанных метров по нормативу. Также возможно приобретение не только квартиры, но и земельного участка с домовладением. Также возможно использовать собственные заемные средства, материнский капитал. За счет этого и квадратуру увеличивая, правильно? Да. И вот с 2024 года жилищные сертификаты будут предоставляться по новому порядку и возможность их использования на всей территории Российской Федерации. Ранее такого не было. То есть теперь в любой точке страны можно будет подобрать себе жилье. Да. Какие условия для того, чтобы получить жилищный сертификат? Условия все одинаковые. Все то же самое, только основные отличия – это возможность приобретения жилого помещения на всей территории Российской Федерации. Также возможность при приобретении жилого помещения направить средства жилищного сертификата для полного погашения кредита по договору, обязательства по которому обеспечены ипотекой. Заявление необходимо подтвердить, заявителю необходимо подтвердить. Доход за 12 месяцев как на себя, так и на членов семьи, превышающую величину прожиточного минимума на душу населения. Также жилое помещение с использованием средств и сертификата не должно отчуждаться в течение трех лет. То есть приобрели с момента регистрации государственной собственности. Прожили три года и только тогда можно продавать. Да. Ну это самое. Еще можно добавить по стоимости жилищного сертификата. Он будет определяться ежеквартально, исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Ставропольскому краю. Ну и исходя из норматива 33 квадратов. Ну то есть люди стали понимать, что это, наверное, все-таки выгоднее, потому что это, прежде всего, свое жилье. Ранее такой порядок был установлен на территории Ставропольского края, а сейчас уже на уровне федерации. А, то есть мы одними из первых, получается, это начали обкатывать, грубо говоря, эту систему. И поэтому это позволяет сегодня в других точках страны выбирать жилье. Сколько всего, получается, мы по жилищным сертификатам заселили? По жилищным сертификатам? В 23-м, да. В 23-м порядка 132 человек. Ну, все-таки цифра, наверное, пока небольшая. Или как? Первоначально закладывали мы в бюджете 120, после увеличили до 140, потому что это было очень востребовано. А средства идут из краевого бюджета, получается? Только. Вот эти полтора миллиарда рублей, которые выделили? Нет, полтора, там совместное софинансирование федерального и краевого. Ну, это самое такое масштабное вливание, получается, за последние годы. И это все благодаря поддержке губернатора Ставропольского края. Напомните, пожалуйста, о критериях нуждаемости и кто ставит детей на, как правильно сказать, на жилищный учет, правильно? Да. Учет детей-сирот ведет орган опеки и попечительства. По достижению возраста 14 лет законопредставитель подает заявление о включении своего подопечного в список. Затем орган опеки передает документы в Министерство образования Ставропольского края для рассмотрения вопроса о включении ребенка в список. По достижении совершеннолетия у лиц из числа детей-сирот возникает право на обеспечение жилым помещением. С таким заявлением они уже обращаются в Министерство имущественных отношений Ставропольского края. Право же на получение жилого помещения по договору найма специализированного жилого помещения имеют дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, которые не являются собственниками иных помещений, не являются нанимателями жилых помещений по договору социального найма. Либо в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным. Вот такие это основные критерии. Если ребенок-сирота проживает, снимает квартиру, грубо говоря, он не может претендовать? Нет, найм это немножко иное. Поясните, пожалуйста. Да, вот социальный договор это предоставление от госорганов, муниципалитетов. Возможно, данный гражданин, он еще имеет категорию, к примеру, инвалидности. И также имеет на предоставление жилого помещения по договору соц. найма. В случае, если он получил данное жилое помещение до обеспечения его, как ребенка-сироты, тогда уже невозможно дважды получить обеспечение от государства. А какие есть ограничения, препятствующие заселению и по найму, и по жилищному сертификату? Что может стать препятствием? По жилищному сертификату это при условии, если гражданину исполнилось 23 года. По жилью, получается, есть ряд противоречий, таких как, если человек не трудоустроен, но это полномочия органа опеки и Минобор проверяет. Почему это так важно, чтобы человек был трудоустроен? Он сам квартплату оплачивает? Квартплату, конечно, да. То есть он должен быть полноценным, да? Ну, он должен социализированным быть. Да, да, да. Соответственно, поэтому и принимают такие документы, как справку об отсутствии судимости, также справки из психоневрологических диспансеров, в том числе и о трудовой деятельности сведения тоже должны предоставляться, чтобы в комплексе изучить его личность и социализацию. А по жилищному сертификату тоже нужно справку о доходах, да, показать? Справку о доходах. Не важно, какие это доходы, есть ли какие-то пределы? Вот если ранее, в прошлом году, предоставлялась справка о доходах только лишь на того гражданина, кто относится к данной категории, то теперь должны предоставлять на всех членов семьи. Если говорить об участниках специальной военной операции, они вне очереди получают квартиру? Да, первоочередно. Какие документы им нужны? Или тоже это в таком проактивном режиме все делается? Это те же самые документы, но еще плюс документы, либо справки из военной части, подтверждающие о том, что он проходит военную службу. Ну, как мы уже сказали, Миномыщество края приобретает жилые помещения на вторичном рынке, ну и также путем участия в долевом строительстве многоквартирных домов. Какая работа проведена в 23-м и какая проводится уже в 24-м? В 23-м году заключены государственные контракты на приобретение 426 жилых помещений, в том числе на 354 жилых помещения путем участия в долевом строительстве. 72 квартиры были приобретены и на вторичном рынке. Планово на 2024 год мы будем обеспечивать и путем, и долевого строительства. Также приобретением на вторичном рынке планируем разыграть аукционы по всем муниципалитетам края. И также 94 миллиона выделено на строительство двух 8-квартирных домов в Труновском и Новосельницком районе. В этих муниципалитетах осложнено строительство. Мы разыгрываем аукционы, вторичного жилья нет. В связи с этим будет возводиться строительство. А, все-таки будут строить, да? То есть есть возможность построить. Но все-таки многие территории не позволяют произвести, возвести с нуля. Там только вторичный рынок возможен, да? Только вторичный рынок и с ним проблемы. То есть никто не выходит с аукционами. И поэтому в помощь, возможно, идут как раз-таки жилищные сертификаты. Жилищные сертификаты, да, но там тоже ограничения по возрасту. Поэтому очередь, она очень объемная. Какой порядок приемки жилых помещений? Кто входит в комиссию, которая контролирует ход работы? Много ли замечаний, возможно, поступает? И если эти замечания, да, поступают, когда это все корректируется подрядчиком? Да, жилые помещения принимаются в собственность Ставропольского края приемочной комиссии. В состав комиссии входят представители Министерства имущественных отношений, ГКУ имущественного фонда, также Министерства образования Ставропольского края, жилищной инспекции и органов опеки и попечительства. С целью обеспечения качества приобретаемых жилых помещений Министерство имущественных отношений края осуществляет приемку жилых помещений с привлечением независимых экспертов. То есть, тем самым, эксперты контролируют деятельность застройщиков, потому что они специализированы и они видят невооруженным взглядом все нарушения. Соответственно, если таковые имеются, тогда застройщик их устраняет до приемки непосредственно комиссии. Ну, а ребенок-сирота когда может познакомиться с самим жильем, в которое он может заселяться? После того, как оно принято в собственность края. Вот на этом этапе будут ли присутствовать эксперты или кто-то еще, чтобы это мнение, например, было не субъективным таким, а взвешенным, возможно, каких-то замечаний? Нет, эксперты присутствуют до приемки комиссии. То есть, они выехали, осмотрели жилые помещения, если они установили, что имеются нарушения застройщику, указали на них. Соответственно, застройщик должен их устранить, потом эксперт повторно выезжает. Если они устранены, он подписывает заключение приемочное, и тогда уже выезжает комиссия и принимает. Ну, есть какие-то сроки? Ограничен ли застройщик в этих сроках? Максимальный какой? Это эксперт устанавливает в соответствии... В зависимости от сложности. Да, от сложности самих нарушений. Много ли было замечаний не от экспертных, да, не от экспертного сообщества, а именно от тех людей, которые заселяются? Нет, как правило, те люди, когда уже они заселились, нарушений нет. Они могут происходить в процессе эксплуатации жилого помещения. Гарантийный срок 5 лет у застройщика. То есть, в случае, если что-то происходит с жилым помещением, тогда они обращаются к застройщику или Миномущество, и он уже обязан устранить. Ну, а на время устранения нарушений где живут обычно дети-сироты? Нет, смотря какие. Они-то там и продолжают жить. Ну, то есть, это незначительные. Да, это незначительные. Нарушения свет, возможно, там, как-то обои или... Если говорить о домах, которые сдали, да, в 23-м году, какие-то территории? Это Ставрополь, Невиномыск, Минеральные воды, Ессентуки. Большее количество нам удалось принять по городу Ставрополь. Это порядка 150 квартир. Это новострой? Да, это новострой. Нет, это новострой. Ну, Ставрополь позволяет строить. Так, сколько еще раз? 150 квартир. 150. Это в течение года прям все происходило? Да, это в течение года, вот это практически под конец года, мы участвовали в долевом строительстве, и удалось принять... Ну, то есть, люди уже Новый год встретили в квартирах. Да, в квартирах. Процесс долгий был, строительство? Сколько ждали? Нет, застройщик очень быстро исполнил свои обязательства. Раньше срока. Раньше срока. Ну, а сколько в среднем будет строиться один дом? По-разному, ну, примерно 2-3 года по контракту. Если говорить о финансировании, мы уже сказали, что в 2024 году полтора миллиарда рублей, это такая очень большая сумма для нашего региона, что входит в эту сумму? 1 миллиард 139 миллионов – это на обеспечение жилыми помещениями по договорам специализированного найма, 266 миллионов – на предоставление жилищных сертификатов, и 94 миллиона, это я уже как отмечала, на строительство жилья. Когда человек заселяется в жилье по найму, например, какие у него есть обязательства? Обязательства эти регулирует ГКУ имущественный фонд и заключает в том числе и договоры специализированного найма. Прописываются обязанности нанимателя, то есть в случае происшествия каких-то в квартире или ущерба, например, неважно. Они обязаны сообщить наймодателю, то есть ГКУ имущественному фонду для устранения этих происшествий, либо же нарушений, в том числе, опять же, возвращаемся к застройщику, может быть, какие-то недочеты. А если квартплата не вносится, например, вовремя, что происходит? Будут ли какие-то сначала предупреждающие моменты и будет ли наказание? Тоже регулируется это все и контролируется имущественным фондом. Они общаются постоянно с детьми-сиротами. Тут же еще влияет, когда заключается договор специализированного найма в интересах детей-сирот, обязанности свои сохранять, потому что по прошествии пяти лет они будут претендовать на приватизацию жилого помещения. То есть, да. Если же какие-то нарушения со стороны данных лиц, они впоследствии не смогут приватизировать. А если вот эти нарушения есть по истечению пяти лет, что дальше происходит? Им откажут в приватизации. А дальше он сможет претендовать и встать в очередь на новое жилье? Нет, они там же остаются проживать. Остаются все-таки, но не могут приватизировать. Но по договору, да, по договору. Кстати говоря, в этом году есть также изменения в законодательстве и на этот счет. Если раньше пять лет у нас было до момента приватизации, сейчас этот срок может быть сокращен по инициативе заявителя ребенка-сироты, но не более чем на два года. Так, а в каких случаях тогда можно как-то ускорить этот процесс, получается, приватизация? Если ребенок-сирота добропорядочный, платит, содержит имущество в целости и сохранности, тогда он с заявлением обращается в Министерство имущественных отношений Ставропольского окраина и в ГКУ для сокращения срока. Ну, в целом, такая большая акцентная работа идет по обеспечению жильем детей-сирот, такая федерального уровня работы. Темпы мы смогли увеличить, ускорить продвижение очереди? Да, у нас показатель очень существенный в 2023 году. Я могу сказать, что мы ускорили и уменьшили очередь. Это связано с возведением нового жилья, прежде всего, или какие-то еще механизмы вам помогли в этом? Механизмы помогли нам в прошлом, и в этом году удалось много контрактов заключить на долевое участие. И многие дома были сданы в этом году, что и помогло нам обеспечить большее количество граждан. Сможем ли мы сохранить эти темпы, взятые в предыдущие годы? Сколько мы сдадим жилья в 2024 году по плану? По плану у нас только сейчас ориентировочно по суммам, потому что это зависит в том числе и от застройщика. Прогнозировать это невозможно. То есть сколько сдастся жилых домов? Соответственно, отсюда мы и будем понимать результаты. Давайте пока напомним, где строительство уже началось. Георгиевск, кажется, да? Начали там строительство? Георгиевск нет. Ставрополь, Михайловск, Минеральные воды и Бесинтуках тоже планируем. Ну, в целом, год-два, да, наверное, необходимо. Год-два, да, в некоторых случаях три. Ну, вот как у нас практика в прошлом году по Ставрополю, сдали очень быстро. Такие основные задачи, которые перед ведомством стоят на 2024 год, какие? Год только начался, работы много? Изучить новый порядок, выработать практику для достижения эффективного результата по сертификатам в том числе, потому что больше всего изменений по ним. Ну, давайте напомним об изменениях, которые касаются именно граждан. Понятно, что внутри ведомства тоже, да, нужно будет как-то привыкнуть к этим изменениям. А для граждан какие будут изменения? Давайте напомним. Для граждан, ну, то, что они смогут использовать сертификаты на всей территории Российской Федерации, для покупки жилого помещения. Так же, что они должны будут подтверждать доход не только непосредственно на гражданина и ребенка-сироту, а и на всех членов его семьи. И расчет суммы, если ранее он был фиксирован, то теперь он будет рассчитываться из одного квадратного метра по Ставропольскому краю, и исходя из нормы 33 квадрата. То есть он будет варьироваться. Квартальная сумма будет изменяться, она утверждается Минстроем. Соответственно, из этого и будет исходить расчет. Ну, порядок действий, вот какой? Скажем, я не по месту жительства нашла квартиру, да? Что я делаю дальше? Какие мне нужны заявления, документы? Не по месту жительства? Не по месту жительства, да. Если это жилищный сертификат, верно? Нет, жилищный сертификат, да. Ну, то есть это сначала... Любая точка в принципе. Да, сначала он выдается, жилищный сертификат, а потом гражданин сам подбирает, где угодно подбирает себе жилье и приобретает его. Тогда по найму. Если не по месту жительства, какой? Ну, по найму гражданин из числа детей-сирот, он не может подбирать себе жилье. А, вот как. Да. Он может претендовать на предоставление в другом муниципалитете по заявлению, по его собственной инициативе, но опять же, при условии, что там нет очереди. Ну, наверное, механизм и не сильно сложный, да, для тех, кто его уже изучил. Вы в контакте постоянном, да, находитесь? То есть, вот у кого быстро получается реализовать в том числе и по инициативе в другом муниципалитете свои жилищные права, это у военнослужащих. То есть, если он ранее написал заявление о предоставлении в другом муниципалитете и отбыл на военную службу, при условии, если ведется в этом муниципалитете строительство, он может приобрести, точнее, получить жилое помещение очень скоро. Где-то консультацию можно получить? Да, конечно, консультацию в Министерстве имущественных отношений можно получить, также в Министерстве образования Ставропольского края и в органах опеки и попечительства. Спасибо вам большое, Елена Васильевна, за подробный разговор. Мы продолжаем следить за движением очереди вместе, обязательно встретимся спустя несколько месяцев. Все наши эфиры вы всегда можете найти на сайте stv24.tv. Увидимся на своем. Субтитры создавал DimaTorzok